...памятник древности в Англии. Старше египетских пирамид. 85 огромных камней, некоторые из которых весят более 40 тонн, возвышаются на отдаленные и продуваемые всеми ветрами равнини. Зачем он здесь? Для чего? Кто его построил? Ответы находятся где-то в глубине веков. В легендах Стоунхедж связывают с таинственными английскими друидами, кельтскими жрецами, которые, как говорят, практиковали ритуальные жертвоприношения. Мы задаемся вопросом, кто построил Стоунхедж? Мы попытаемся раскрыть лицо человека, который мог бы участвовать в строительстве этого удивительного памятника древности. Стоунхедж. Расследование. Забудьте о небоскребах и чудесах современного инженерного искусства в современных городах. Это было действительно крутое строительство. Без кранов, без лебедок, без техники. Только огромные камни, некоторые из них тяжелее полностью загруженного автопоезда. Это строение настолько древнее, что камни могли быть установлены, используя только человеческую силу. Уже в течение тысячелетий Стоунхедж, величественный и мрачный, возвышается над Солсберийской равниной в Южной Англии. Он завораживал людей еще в далекой древности, и даже сейчас все еще будоражит умы людей. Удивительно, но в отличие от большинства древних развалин, это совсем не развалено. Сегодня он такой же, каким его видели архитекторы прошлого. Открытая планировка. Отличная воздухопроходимость. Небольшой просвет на крыше, и в то же время это прочное и долговременное строение. Никто не знает, почему была выбрана именно такая планировка. Это не похоже на церковь или храм, или на пустующее долгое время здание. Оно просто стоит здесь во всей своей мощь и красе. Просто Стоунхедж. На протяжении тысячелетий он завораживает всех, кто приходит сюда. Мысль о том, что этим людям пришлось сделать, чтобы построить это, просто ошеломляет. Просто посмотрите на него, это невероятное, магическое место. В общественном сознании Стоунхедж часто ассоциируется с таинственными людьми, друидами. Друиды были известны как мудрецы, учителя и служители культа кельтов, которые властвовали на большей части территории Северной Европы более двух тысяч лет назад. Они верили в бессмертие души, иногда совершали человеческие жертвоприношения, чтобы помочь кельтским воинам в сражении или в качестве ритуала для излечивания тяжелобольных. Те, которые называют себя последователями древних друидов, все еще встречаются здесь в день летнего солнцестояния, 21 июня, в самый длинный день в году, когда Солнце восходит прямо в центре круга. Центральная ось здания точно совпадает с линией восхода Солнца в день летнего солнцестояния. В наши дни празднования в честь дня летнего солнцестояния превращаются в долгие вечеринки. Но в прошлом, задолго до Рождества Христова, эти камни, вероятно, были свидетелями настоящих церемоний друидов. В этом районе находили человеческие останки. Это не были жертвы жертвоприношений друидов, а останки людей, живших более четырех тысяч лет назад. Может, эти останки помогут разгадать тайну тех, кто установил эти камни? Это строение находится в самом центре района Англии, который просто полон напоминаний о давно забытых языческих религиях. В этом мистическом месте все связано с круговыми системами. Здешние холмы имеют округлую форму, камни тоже стоят по кругу. Образы далекого прошлого. Даже сейчас везде прослеживается эта таинственная связь. Этот район знаменит своими кругами, которые появились буквально за ночь на кукурузных полях. Люди изумляются, увидев эти огромные круги, сделанные глубокой ночью с секретной сетью мошенников. Хотя некоторые считают, что это дело рук пришельцев. Но какими бы интригующими и огромными не были эти круги, ничто не может сравниться с тайнами Стоунхеджа. Строительство шло на протяжении нескольких поколений. Сначала земляной вал и наружный ров. Второй этап – деревянные постройки. Третий этап ознаменовался прибытием камней, которые переставлялись в течение многих лет. Высота самых больших камней – 7 метров. Вес – более 44 тонн. Это аналогично весу 6 двухэтажных автобусов. Общий вес камней – 1500 тонн. Это аналогично весу 10 паровозов. Но самое удивительное – это точность, с которой он был построен. Некоторые считают, что огромные камни тщательно устанавливали согласно расположению звезд на небе. Такой астрономический календарь гигантских размеров. На определенном этапе строительства вертикально стоящие камни-менгиры сверху соединили горизонтально лежащими плоскими камнями. Эти огромные перемычки почти безупречно выровнены, несмотря на то, что строение находится на наклонном участке местности. Внутри этого кольца находится еще одно кольцо из голубых камней. Внутри подковообразно установлены самые большие камни. Три каменные плиты. Стоунхедж уникален. Ничего подобного ему не было построено ни до, ни после него. Но остается вопрос – кто построил его? В списке подозреваемых несколько персонажей. Первобытные люди, жившие в Британии в конце последнего ледникового периода, были примитивными охотниками-собирателями каменного века. Затем сюда пришли поселенцы, захватчики и торговцы из Европы и других частей древнего мира. Друиды. Кельтские жрецы. Властвовали здесь, пока в свою очередь им на смену не пришли римляне. Цивилизация империи, которая 2000 лет назад завоевала большую часть известного тогда древнего мира. Мог ли кто-то из них стать хорошим кандидатом на работу в бригаде проектировщиков и строителей Стоунхеджа? Как мы можем расшифровать доступные улики и раскрыть, кто несет ответственность за это? Стоунхедж не очень легко расстается с секретами. Но разгадку к тайне можно найти, если знаешь, где искать. Глубоко под камнями. Ранее в этом районе археологи находили рожки из оленьих рогов, гончарные изделия и даже человеческие останки. Современный радиоуглеродный метод определения возраста предоставляет более точные данные для работы. Заменив менее точные методы исследования прошлых лет, ученые теперь могут точно определить возраст таких артефактов, как рожки из оленьих рогов. И поскольку их обнаружили прямо под камнями, можно определить дату строительства Стоунхеджа. В исследованиях, опубликованных в 1995 году, ученые обнаружили, что некоторые прежние утверждения были абсолютно неверными. Последний этап строительства Стоунхеджа проходил намного раньше, чем они думали. Он был построен 4000 лет назад. Это оказалось удивительной новостью для археолога Майка Питца. Благодаря современному радиоуглеродному методу определения возраста, люди впервые осознали, что Стоунхедж — нечто, построенное людьми много столетий назад. Это первое серьезное доказательство, которое полностью опровергает теорию о друидах, которые прибыли в Британию примерно 2000 лет назад. Действительно, это вычеркивает из списка наших подозреваемых многих. Чтобы найти строителей Стоунхеджа, надо заглянуть в еще более ранний период. Это однозначно не построено римлянами. И это не дело рук друидов. И не переселенцев из Европы. Стоунхедж намного старше всех этих цивилизаций. Первый этап его строительства начался еще до строительства великих египетских пирамид. Исследование предполагает, что Стоунхедж — дело рук древних бритов, примитивного и малоизвестного народа. Невероятно, но 4,5 тысячи лет назад в Британии подходил к концу каменный век и начинался бронзовый. Бритты были примитивными людьми, которые только-только научились обрабатывать металл. Как такие примитивные люди могли разработать такой невероятный строительный проект? Это были во всех смыслах сложные, трудоемкие строительные работы. Первая проблема, с которой столкнулись древние строители, — это строительные материалы. Камни, из которых построен Стоунхедж. Тут все не так просто. В Стоунхедже использовали два вида камней. Более мелкие голубые камни, которые, скорее всего, доставили на место до более массивных камней из сорсенового кольца. Но после возведения сорсенового кольца строители, видимо, передумали. Голубые камни внутри кольца переставлялись в течение многих лет. Никто не знает почему. И еще одна загадка. Откуда взялись все эти камни? С одной стороны, ответ простой. Камни, похожие на камни из сорсенового кольца, можно найти в 30 километрах от Стоунхеджа. Перенести камни, используя только физическую силу человека, трудно, но не невозможно. Но с голубыми камнями другая история. В окрестностях таких камней нет. Даже нелегко найти, откуда они. Ключи к разгадке этого можно найти у экспертов по камням из британского геологического общества. Здесь, в огромной коллекции образцов камней со всей Британии, каждый образец снабжен слайдом с изображением своей кристаллической структуры. И каждый вид имеет перекрестанную ссылку на геологическую карту Британии. Есть ли что-то в коллекции, похожее на голубые камни? И может ли это помочь определить, откуда они? Под микроскопом кристаллическая структура голубых камней точно совпадает с некоторыми образцами из коллекции. Можно даже определить место. Гора Пресели на юго-западе Уэльса. Этот вывод сделан на основе логики. Но это добавляет еще одну загадку. Гора Пресели расположена более чем в 300 километрах от Стоунхеджа. Само путешествие начинается в труднодоступном месте, а затем, чтобы все усложнить еще больше, необходимо пересечь самый большой в Англии эстуарий, подверженный действию приливов. Как можно было 4,5 тысячи лет назад транспортировать камни весом в 4 тонны на такое большое расстояние, используя лишь примитивную технологию древних бритов? Может, ответ, их никогда и не переносили? Может, древние бриты нашли эти камни на Солдсберийской равнине, которые попали сюда в результате мощной природной силы? Движение льда. Еще не так давно закончился последний ледниковый период, когда огромные ледяные пласты лежали на всей территории от Арктики до Южной Англии. Ледники такие мощные, что они могут легко переносить огромные камни. Могли ли эти ледники перенести сюда голубые камни? Чтобы найти ответ на этот вопрос, мы направляемся в отдаленные горы Уэльса. Местный писатель и исследователь Робин Хитт просто одержим загадкой голубых камней горы Прессели и древними бритами. Я всегда очень волнуюсь, когда прихожу сюда, потому что это связано с моими предками и с историей Британии. Хитт занимается исследованиями уже 20 лет, систематизируя данные о камнях, старинных артефактах, которые могут дать нам ключ к разгадке. Между многих камней на горе Прессели вбиты огромные каменные клинья. Кто-то когда-то пытался поднять их с поверхности горы. Есть еще более важные свидетельства того, что эти камни обрабатывали и придавали им определенную форму. Есть несколько камней, на которых видно, что их разбивали на куски. Некоторые люди находили здесь каменные орудия труда, которые, видимо, использовали для подготовки камней к транспортировке. Каменные орудия труда, найденные неподалеку, вызывают предположение, что эти камни обрабатывал человек в то же самое время, когда голубые камни появились в Стоунхедже. Но самое большое доказательство того, что теория о ледниках – выдумка. Сам Стоунхедж. Нет никаких голубых камней ни на месте памятника, ни на всей Солсберийской равнине. И какой же ледник перенес только пару огромных камней, и других следов этого не осталось? Возможный вывод? Эти камни транспортировал человек из позднего каменного века. Что вызывает следующий вопрос? Как им это удалось? Мы обратились к профессионалу, неоспоримому эксперту в области руководства широкомасштабными строительными проектами, человеку, интересующемуся строительством и археологией древнего мира. Инженеру, которого заинтересовал Стоунхедж. Рику Смайлсу. Мой интерес к археологии и древнему строительству основывался на моем опыте в строительстве и моей любви к истории. Меня всегда интересовало, как и большинство людей, как они это сделали. Современные американские строительные объекты отделяют от Стоунхеджа 4 тысячи лет и океан. А также инструменты и техника. Но основные принципы соединяют их через века. Во-первых, давайте посмотрим на само строение. Сегодня, когда проект завершен, у нас есть чертежи в заводском исполнении, в которых указано все, что заложено в объект. В случае со Стоунхеджем у нас нет чертежей, но у нас есть само строение. Используя план Стоунхеджа в качестве копии проекта, Смайлс в обратном порядке проходит все этапы, необходимые для решения подобной задачи. Первый шаг. Доставить строительные материалы на место строительства. Второй шаг. Разработать план, как использовать эти материалы для создания строения. Третье. Рассчитать, сколько рабочей силы потребуется для этого. Используя эти три шага, предложенные Смайлзом, может, нам удастся узнать, как построили Стоунхедж? Наш первый шаг. Строительные материалы. Сорокатонные камни из Сарсенового кольца довольно легкие. Считают, что их доставили в Стоунхедж с места, находящегося в 30 километрах отсюда. Как древние бриты перевозили подобные грузы? Десятилетия назад группа инженеров попыталась решить эту загадку. С помощью добровольцев, деревянных салазок и большого количества жира они передвинули сорокатонный камень на пару сотен метров, что просто ничто по сравнению с 30 километрами, которые предстояло преодолеть Бритам. Еще сложнее было бы доставить эти голубые камни с места в 380 километрах отсюда, с гор в Южном Уэльсе на Солсберийскую равнину. У Робина Хита есть такая теория. Любой инженер попытался бы как можно быстрее доставить эти камни к воде. В доисторические времена их можно было бы доставить к реке в 5 километрах отсюда и везти их по реке большую часть пути, до Стоунхеджа. Могла ли у людей из каменного века быть техника для транспортировки этих 4-тонных камней по воде? Мы решили провести эксперимент, чтобы узнать, возможно ли это. Нам надо построить лодку. Но какую? Согласно археологическим находкам, люди времен строительства Стоунхеджа использовали различные виды лодок. Самыми распространенными были лодки, выдолбленные из бревна дерева. Нечто вроде каноэ, выдолбленного из дуба. Могли ли на этих лодках перевозить тяжелые камни, необходимые для строительства Стоунхеджа? Необычная находка в карьере Шардлоу недалеко от Ноттингема, Англия, в 1998 году может служить доказательством того, что они могли делать это. Когда поток воды смыл грязь с того, что казалось обыкновенным обрубком старого дерева, появилось нечто необычное. Там, где когда-то была река, были остатки древней лодки времен бронзового века. И что более интересно, на лодке находился груз, более полутонны камней из карьера. Так что лодка из бревна, похоже, самый логично обоснованный выбор для демонстрации транспортировки камней. Для этого нам понадобится очень большое дерево. К счастью для нас, лесничие забраковали несколько старых дубов в лесу, которые отлично подходили для строительства лодки. Теперь у нас есть бревно, но нам нужен кто-то, кто мог бы сделать из него лодку. Не очень много людей занимаются строительством старинных лодок. Мы нашли эксперта по старинным столярным работам, Демьяна Гудбена, который с удовольствием взялся за дело. Мы пытаемся создать судно для перевозки камней, которое должно не только держаться на поверхности воды, но и обладать хорошей устойчивостью. Поэтому мы соединим между собой пару выдолбленных лодок при помощи простой платформы из шестов и установим камень вот так. Во всяком случае, это наша цель. Но на практике это может оказаться довольно трудно, но мы рассчитываем, что это сработает. Используя правильные инструменты и помощь нескольких друзей, Гудберн думает, что лодку можно будет сделать за две недели. Берегите пальцы. Команда доказала, что используя технические средства того времени, эту работу можно сделать, но делать лодку вручную займет слишком много времени. Чтобы ускорить процесс, мы решили воспользоваться бензопилой. Строительство лодки продвигается, и она почти уже готова к выполнению своих задач — удержаться на плаву и перевести камень больших размеров. Допустив, что она удержится на плаву, мы приступили к поискам очень большого камня. Поскольку гора Прес-Сели находится в охраняемом национальном парке, мы добыли из гранитного карьера валун такого же размера и веса, как голубые камни в Стоунхедже. При помощи прочного крана мы опускаем этот груз на салазке в нашей лодочной мастерской. Неожиданно команда начинает осознавать, какую непосильную ношу они взвалили на себя. Понятно, что для транспортировки такого веса одной лодки будет недостаточно. Поэтому рядом стоит другая лодка, построенная Гудберном 14 лет назад. Если команде не удастся закончить лодку, то они пропустят прилив, что очень важно для спуска на воду такой тяжелой лодки. План состоит в том, чтобы поставить лодку на смазанные маслом брусья и плавно дотащить ее до воды. Теоретически это очень хорошая идея, но на практике, видимо, Гудберн немного недооценил вес самой лодки. В итоге, с применением больших усилий лодка начинает приобретать движущую силу. Но это ненадолго. Команду волнует, выдержит ли пристань лодку весом в тонну. Один, два, три! Ты пулешь? Гудберн решает, что одного последнего толчка будет достаточно, чтобы спустить лодку на воду. Один, два, три! Он инструктирует нашего оператора бензопилы залезть в нее и грести. Это, конечно, был не самый элегантный спуск на воду, но лодка держится на воде. Но у команды мало времени. Им надо спустить на воду еще одну лодку и крепко привязать ее к первой лодке. Но одна из них начинает тонуть. Не испугавшись, команда пытается связать между собой лодки, просверливая дырки на боку лодки. Этого мы вам делать не советуем. Когда с лодками все в порядке, они приступают к задаче погрузки камня на лодку. Обеспокоены тем, что камень может скользить слишком быстро, Гудберн меняет тактику. Рычаг на месте, и камень начинает медленно катиться вниз к лодкам. Добровольцы проверяют вес камня, установив его на мостике, который наклонит его к лодкам. С увеличением напряжения план Гудберна заключается в том, что они медленно отсоединили салазки. Но происходит катастрофа. Гудберн слишком занят, чтобы заметить то, что произошло. Камень продолжает сползать, но он еще не знает, что салазки застряли под шестами, на которых надо было разместить камень. Когда они замечают это, прилив заканчивается, и они разрабатывают отчаянный план по спасению. мысли в том, чтобы поднять салазки с помощью лебедки, переставить их, затем убрать мостик. Все это необходимо сделать до того, как лодку выбросит на берег. Салазки на месте, но есть более серьезная проблема. Лодки вот-вот могут утонуть. Они заделывают течь куделем и свиным маслом, чего должно хватить на пару часов. Лодка временно отремонтирована, теперь время убрать мостик. К счастью, кто-то предлагает решить проблему, используя в последний раз незаменимый рычаг. Камень устанавливают на горизонтальную поверхность. Угроза того, что лодка может дать течь, все еще есть, поэтому сейчас самое время забраться на борт и начать эксперимент. Наступает момент истины. Можно ли, используя лодку и человеческую силу, передвинуть четырехтонный камень через воронкообразный залив? Или вес камня слишком большой? Нам, несомненно, удалось доказать, что бриты в период между концом ледникового периода и началом бронзового века могли перевозить голубые камни из Уэльса в Англию для строительства Стоунхеджа. Но для нас это было не так трудно. У нас были современные инструменты. Нам надо было построить только одну лодку для транспортировки только одного камня на несколько сотен метров. И мы плыли в тихой воде. Наши древние предки очевидно строили одну лодку за другой, на которых перевозили один камень за другим на сотни километров через открытое море. Просто не укладывается в сознании весь масштаб времени человеческого труда и мастерства, вложенного во все это. И это все сделали так называемые примитивные люди. Но их работа на этом не закончилась. После прибытия камней их нужно было установить. Это второй этап в методике Смайлза «Как построить Стоунхедж». 10 лет назад группа инженеров решила, что для создания точки поворота более эффективно будет использовать пандус. Похоже, что поднятие тяжелых камней или перемычек не беспокоило бриттов, живших в бронзовом веке. Все, что было необходимо — большие деревянные леса. У нас есть ответ. Древние бритты могли построить Стоунхедж, имея в своем распоряжении простые рычаги и пандусы. Вооруженный всей необходимой информацией, Смайлз может теперь рассчитать, сколько человека-часов необходимо для выполнения всей работы по строительству. Предположительно, если работают около 300 человек, то самое быстрое его могли построить в течение двух с половиной-трех лет. при использовании от полутора до трех миллионов рабочих часов. Работа могла идти на протяжении многих поколений, подобно тому, как строили средневековые соборы. Но что могло стать мотивацией того, что они взялись за выполнение такого огромного проекта? Мы обратились с вопросом к эксперту по связи между архитектурой и обществом, которое создало ее, доктору Рональду Смиту. Если вы посмотрите на все эти места, то это наше отражение, отражение нашей культуры, наших эмоций. Это исследование самих нас. Смит считает, что то, как построено здание, дает нам информацию о намерениях людей, построивших его. Поэтому анализ размеров, структуры и формы Стоунхеджа может помочь нам понять, для чего его построили. Смит объясняет свою теорию на примере современного образа, Лас-Вегаса. Например, почему эти здания такие высокие? Большое в Америке считается хорошим и красивым, потому что мы страна больших вещей, начиная с машин. Все, что большое, хорошее. Интересная теория. Но когда начинаешь оглядываться вокруг, понимаешь, что люди взаимодействуют со зданиями и строениями эмоционально. Вернувшись на несколько тысячелетий назад, возникает вопрос, может, размер камней в Стоунхедже может натолкнуть нас на ответ, почему его построили. Больше всего в Стоунхедже привлекают внимание его огромные камни. Это место для празднеств, для молитв, место для познания чего-то большего, чем человек, чем мы, чем весь народ, чего-то большего, чем вся общность людей. Возможно, размеры камней были выбраны для того, чтобы возвышаться над молящимися и напоминать им о вездесущем Боге. Таким образом, были построены множество соборов. Стоунхедж религиозное место. Этой теорией придерживается Майк Питтс. Они не были бухгалтерами, Стоунхедж не был жилым комплексом, это был религиозный памятник. Может быть, гора Преселли была тоже святой горой, и эти камни что-то значили, и то, что они принесли эти камни на Солсберийскую равнину, означало для них то, что они принесли в свой мир что-то магическое. Существует много возможных объяснений, но что бы ни случилось, я думаю, что мы можем быть довольно уверены в том, что происходило много подобных вещей. Вся эта новая информация приводит к мысли о том, что древние бриты могли и не быть примитивными людьми, как мы себе их представляли раньше. Пытаясь добраться до истоков возникновения Стоунхеджа, мы установили, что строители решили сложные инженерные проблемы и вели широкомасштабные строительные работы. Может, мы недооценили способности древних бритов? Как мы можем нарисовать более полный образ людей и раскрыть тайну строителей Стоунхеджа? В апреле 2003 года строители нашли человеческие останки в Дискомдаун, всего в пяти километрах от Стоунхеджа. Благодаря наконечникам стрел из флинта, найденных вместе с телами, эта находка получила название «Стрелки» из Боскомба. Может ли это помочь в поисках людей, которые жили во времена строительства Стоунхеджа? Мы встретились с Эндрю Фитцпатриком, археологом из Уэссекса. Для начала скажу, что все это не выглядело чем-то особенным. Только когда провели более глубокие раскопки, мы поняли, что это не совсем обычная могила. Скелеты в районе Стоунхеджа находили и раньше. Но это были скелеты чужеземцев или более поздние останки, захороненные здесь через много лет после окончания строительства Стоунхеджа. Но эта могила была совершенно другой. Что же открылось? Здесь были сотни костей, возможно, многочисленные захоронения, но не присущие этому периоду времени. Кто были эти люди? Могут ли эти останки содержать в себе ключ к разгадке тайны? Кто построил Стоунхедж? Некоторые ответы об этом необычном захоронении нам может дать Джеки Макинли. Первое, что я делаю, получив подобный материал, выкладываю его весь. После трудоемкой работы можно было сказать, что у нас здесь останки семерых людей. К несчастью, состояние костей таково, что невозможно провести генетическую экспертизу. Можно ли каким-то другим образом обнаружить связь между телами? Прорыв происходит во время нового теста, в результате которого можно определить возможное месторождение людей по химическим веществам, которые абсорбировались в их зубах. Может ли исследование зубов ответить на вопрос, являются ли эти останки останками людей из одного и того же места? По химическим веществам, попавшим в зубную эмаль во время детства, можно определить место, где вырос человек. Эти вещества остаются от пищи, которой мы питаемся, от воды, которую мы пьем, и в результате воздействия окружающей среды. Зубную эмаль проверяют на содержании двух химических веществ. уровень изотопов кислорода и уровень изотопов стронция. Каждые данные сравнивают с картой, на которой обозначен уровень кислорода и стронция, чтобы определить место, где могли образоваться в зубах подобные отпечатки химических веществ. Кажется логичным думать, что тела, обнаруженные неподалеку от Стоунхеджа, имеют местное происхождение. Но результаты анализов показывают неожиданный результат. Люди, похороненные в братской могиле более тысячи лет назад, выросли в более чем трехстах километрах от Стоунхеджа. В Южном Уэльсе. Месть, откуда были привезены голубые камни. Это удивительное открытие. Доказательство того, что место происхождения людей и камней одно и то же. А значит, можно предположить, что эти люди могли участвовать в транспортировке камней из Южного Уэльса и, возможно, участвовали в строительстве самого Стоунхеджа. Но наше расследование еще не закончено. Если эти люди построили Стоунхедж, можем ли мы пойти на шаг вперед и посмотреть, как могли выглядеть строители Стоунхеджа? Взяв лучше всего сохранившийся череп, мы проводим уникальное исследование человека из Стоунхеджа, которому 4300 лет. Его кости сканируют в компьютер, чтобы получить трехмерное изображение всех частей черепа. Компьютер рассчитывает, как расположить кусочки костей в анатомически верном порядке. Затем группа, занимающаяся реконструкцией лица, пытается собрать кусочки головоломки в форму лица. Здесь, в университете Манчестера, эксперты используют эту новую технику. Опытные антропологи используют современные программы, чтобы наложить на кости слой мышц. Система позволяет оператору заполнить контур лица мышцами, слой за слоем и создать трехмерное изображение. Компьютеру понадобилось несколько недель, чтобы создать изображение таинственного и давно умершего валийца. Мы сейчас станем первыми людьми за четыре тысячи лет, которым удастся увидеть черты лица одного из мужчин, который, возможно, принимал участие в строительстве Стоунхеджа. Наше расследование, посвященное строителям Стоунхеджа, привело нас с Солсберийской равнины к горам Уэльса. Мы доказали, что древние бритты могли перевозить огромные камни для строительства памятника на большие расстояния как по суше, так и по воде. Исследование древних захоронений пролило свет на происхождение людей, которые могли прийти издалека, чтобы построить Стоунхедж. Наука говорит о том, что люди передвигались не только в пределах Британии, но и по всей Европе. Думаю, что можно представить, что о строительстве Стоунхеджа знали по крайней мере во всей южной части Британии, и это могло быть частью цели, которую преследовали люди, построившие Стоунхедж. Это была демонстрация их мощи. Мы все еще остаемся наедине с тайной, и нет ничего, кроме существования различных теорий по поводу того, почему построили Стоунхедж. Единственное, в чем можно быть уверенными, это сами камни. Памятник, который города простоял без всякого движения тысячи лет, непревзойденный памятник непревзойденному мастерству человеческой мысли. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ